Принесённые Лупановым картины Потёмкин предъявляет Евгению Васильевичу и оба понимают, что это не работы Коли, а базарная мазня. А Роберт рассказывает Мариане о городе солнце. Но если балерина в восторге от его планов, то Саша считает, что они разорят герцог. Вечером в гостиницу к Мариане приносят цветы. Она заинтригована. Кто этот неизвестный поклонник? Красавец. Вера Николаевна, я хочу вам сказать, что у вас настоящий богатырь. Павел Павлович, вашими молитвами. Только благодаря вами я смогла родить Серёженьку. Вы меня сделали самой счастливой женщиной на свете. Я даже не знаю, как вас благодарить. Вы Богом благодарите. Это его заслуга. А что касается меня, я вам честно признаю, что в моей практике это первый случай. Я считаю это чудом. Ну вы опять умоляйте свои заслуги. Павел Павлович, это от нас с мужем скромный подарок. Здесь ничего такого нет. Коньяк, шоколад. За здоровье ребёнка. Всё. Меня Серёженька ждёт в машине. Хорошо. Спасибо. Можно? Да. Присаживайтесь. Спасибо. Павел Павлович, я хотела бы у вас спросить про вашу пациентку Олю Кузнецову. Как у неё дела? Что я могу сказать? На данный момент её состояние не вызывает у меня никаких опасений. Ой, слава тебе, Господи. Но, вы знаете, расслабляться я бы не советовал. Дело в том, что в её положении малейшая неосторожность может привести к очень печальным последствиям. Ну, вы понимаете, о чём я говорю. Да, то есть вы хотите сказать, что ей нужно ещё полежать у вас, да? С одной стороны, не помешало бы. Но... Павел Павлович, вы скажите, что надо. Мы всё сделаем. Ну, отблагодарим вас, конечно. Я вас прошу. Вот только не надо благодарности. Давайте вот без этого обойдёмся. Хорошо? Дело в том, что для меня это принципиальный вопрос. Если Оля родит нормального здорового ребёнка, для меня это будет самый большой подарок. Для неё сейчас главное – душевный покой. Ну, вы её оставляете, да? Нет. Я в последнее время понаблюдал за ней, пришёл к выводу, что больничная обстановка её тяготит и не расстраивает её. Поэтому я принял решение выписать её домой. Только у меня просьба к вам будет. Поговорите с ней, хорошо? Для того, чтобы она понимала всю серьёзность своего нынешнего положения. Да, обязательно поговорю. Непримирно, Павел Павлович. Потому что молодёжь в последнее время какая-то такая беззалаберная. Надеюсь, что пройдёт всё так, на восемь. Этого не бывает. Павел Павлович, я буду держать всё под контролем. Я побегу к ней, да, скажи? Одну секунду, погодите. Я вас попрошу, возьмите это. Как можно? Ну что вы? Я вас попрошу, возьмите это с собой. Сделайте мне приятное. Павел Павлович. Дело в том, что здесь коньяк, конфеты. Коньяк мне нельзя, я не пью. Конфеты тоже здоровью не позволят. Пожалуйста. Ой, Павел Павлович. С девчонками, в конце концов, перерывы попьёте. Ну это я вас должна благодарить. Ничего вы не должны. Слушайте, а конфеты можно я Оле от вас передам? Ну, а почему бы и нет? Если будет приятно. Спасибо. Всё здорово. До свидания. Аккуратно, да. Спасибо вам большое. До свидания. Мамочка, привет. Привет, дочка. А у меня для тебя хорошая новость. Да? А какая? Тебя отпускают. Домой? Да, да, да. Ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, ты что шумишь, что больные подумают. Ой, а что там у тебя, мамочка? Это твой Павел Павлович. Я пыталась отказаться, но это было бесполезно. Он просто меня заставил взять для тебя подарок. Слушай, отличный парень. Да, Павлович, он просто мировой. В общем, коньяк передай Ане с Сашей, пусть выпьют за моё здоровье. А конфеточки... Оля, у меня такое ощущение, что лучше бы ты ещё в больнице приезжала. И, по-моему, это было бы для всех. Хорошо. Мам, ты думаешь, я маленькая, да? Ты думаешь, что я такая же бестолковая? Угу. Что на уме у меня неизвестно, что творится. Угу. Может, и творится, мам. Вот только о ребёнке своём я в первую очередь думаю. Он для меня стал самым дорогим на свете. Понимаешь? Маленький мой. Я с ним даже разговариваю. Разговариваешь? Да, да. Я утром... Утром так просыпаюсь. И говорю ему. Доброе утро. Мой маленький. А он мне... Тук-тук в ответ. Значит, слышит. Отвечает. А потом начнёт так подтягиваться. И зарядку делает. Ну, я его поглажу тогда, так поглажу. И успокаивается. А потом говорит мне, доброе утро, мамочка. Представляешь? Малыш мой, я прям слышу, как он говорит мне, доброе утро, мамочка. Я прям чувствую это. Голубушка. Голубушка. Что ж ты такое говоришь, а? Детка. Зачем ты приучаешь себя к мысли, что ты твой ребёнок? Оля, не надо тебе этого. Пойми, не надо. Да, я цветы поливаю. И за домом слежу. Слушай, Сонечка, не заговаривай мне зубы. Постой. Дай, пожалуйста, мне сказать. Ты должна срочно вернуться домой. Я на этом настаиваю. Если хочешь, я это требую. Да как? По какому делу? С твоим Лупановым он скользкий тип. Всё время выворачивается. Да ты понимаешь, без твоего свидетельства мне не вывести его на чистую воду. Что? Что значит, не хочешь ввязываться в это дело? Между прочим, вся катавасия с этой картины началась с тебя. Это что, окончательный твой ответ? То есть не приедешь, да? Спасибо тебе, любимая. Огромнейшее, уваживаю. До свидания. Ты что, пол сахарницы сюда вбухала, что ли? Да нет, две ложки, как обычно. Саш, а что происходит? А что происходит? Я не знаю. Что-то не так? Аня, надо тебя накручивать, ладно? Всё так. Ну я же вижу. Аня, что ты видишь? Ну что ты видишь? То, что кофе у меня был слишком сладкий, или что? То, что ты мне целую неделю вот эти вот йогурты подсовываешь, понимаешь? Я и есть не могу. Или что ты видишь? Всё как прежде, всё нормально. Нет. Ты от меня что-то скрываешь. Понятно. Началось опять, да? Домыслы, подозрения. В общем, слушай, думай, что хочешь, это твои проблемы. Музыка. 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 КОНЕЦ 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 Алло, Саш, привет. Да, Палыч, привет. Ну, в общем, твоя матушка не хочет нас удостоить своим присутствием, так что придется тебе приехать на очную ставку к гражданинам Лупановым. Возможно, нам удастся его прищучить. Ведь все-таки картины были в твоих руках. Слушай, может, не стоит, а? Ну, не хочется мне втягиваться в эту историю. Ну, мама как-никак замешана. А вдруг я ее подведу своими показаниями? Хорошо. В этом случае тебя придется вызывать по повестке. Делай, как хочешь. Запомни, свидетельство на суде есть гражданская обязанность. В случае неявки в суд без уважительных причин свидетель подвергается денежному взысканию, а иногда и приводу. Чтоб через полчаса был у меня. Все! Значит, цветочки обхаживаешь. Ой, Эллочка, привет. Привет, привет. Сигаретки не найдется? Что случилось? Держи. Вообще-то Роберту знает и по головке не погладит. Да Роберту сейчас не до меня. Носятся со своей прямой балериной. С ее приездом все мужики как будто с цепи сорвались. Ой, ну прямо уж таки все. Говорю тебе, все. Даже мэр хочет ее видеть. Ну, понятное дело. Московская прима приехала. Все они хвосты распустили. Да все они мужики такие. Жанна, я костьми легла, чтоб завоевать Роберта. Сейчас все накроется из-за какой-то балеринки. Послушай, Элл, мы ведь с тобой тоже не лыком шиты, да? Мы эту балеринку должны в два счета уделать. Так, хватит курить. Ты цвет лица испортишь. А я смотрю, у тебя какой-то план созрел. Ты ведь знаешь способности моего острого аналитического ума? Ой. Значит так. Ты должна в первую очередь полностью изменить свой гардероб. Купить что-нибудь кардинально противоположное. Такое потрясающее. Точно. Чтоб она просто серой мышкой смотрелась на моем фоне. Чтоб ты просто блистала вот на этом приеме. И чтоб все мужики были без ума от тебя. Слушай, Жанночка, ну и чем на этот раз будем удивлять? Чем? Поехали штурмовать бутики. Поехали. Оль, не кусочничай. Сейчас будет салатик-витамин. Тебе полезно. Давай я что-ли картошку почищу? Не-не, не надо. Тем более ее надо еще с лоджией приносить. Ну так я принесу, мне не трудно. Тихо, сиди. Тебе нельзя тяжести таскать. Мам, ну от миски с картошкой я что, сломаюсь? Ну и потом, хватит меня контролировать. Я знаю, что мне можно, а что мне не можно. Угу. Я тебя, между прочим, не контролирую. Фу, заговориться уже с тобой стало. Я просто о тебе забочусь. Угу. Вот и все. Сама откроешь? А то боюсь, рассыплюсь, пока до двери дойду. Ух ты, язвочка моя, а. Иду, иду. О, Анюта, а ты чего не на работе? Привет, мам. Давай помогу раздеться. Давай, давай. На твои тапочки, любимые. Пойдем, пойдем, пойдем на кухню там, Оля. Анечка, а что случилось-то, а? Саша меня больше не любит. Ой, господи. Ну перестань гать. Сейчас воды дам. Попей и успокойся. Ой. Да что ж я ему сделала-то? Пойду-ка я лучше картошечки с лоджией принесу. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? Спрошу я стул, спрошу кровать, за что? За что терплю и бедствую? А целовать, колесовать, другую целовать ответствую. Ой. Хм. А он не очень-то и пунктуален. Это твой гражданин Лупанов. Да что он мой-то? Он вообще ко мне никакого отношения не имеет. Это все мамины дела. Угу. Да, поцуропила она твоя мамочка. А теперь отрывается на отдыхе. Да уж. Слушай, черт меня дернул взять эту картину домой. Ай. Он сейчас на допросах должен посидеть. Саша, это не допрос, а очная ставка. Слушай, ну какая разница, а? Да. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Опаздываем, гражданин Лупанов? А я вообще не понимаю. С какой-то стати я должен являться к вам в милицию. Вы меня затаскали как мальчишку. Что вам еще угодно? Знаете что, гражданин Лупанов? Когда приходят ко мне в кабинет, себя ведут очень вежливо и тихо. Потому что не знают, чем дело закончится. Простите. Какое дело? Умоляю, не говорите загадками. Хорошо. Вам знаком этот молодой человек? Впервые вижу. Как, как, как впервые вижу? Да мы же с вами… Подожди, Саша. Вы уверены? Да абсолютно. Может постараетесь вспомнить? Да нет. Затрудняюсь. Александр, напомните гражданину Лупанову, где с ним встречались. Пожалуйста. Мы встречались два раза в кабинете у Софьи Григорьевны Мальцевой. В офисе компании Софья. Вот. И еще один раз в сквере, когда картину передавали. Да чушь какая-то. Да вообще у вас нет никаких доказательств. Простите, вы меня ни с кем не путаете, а? Да как я могу… Хорошо. Я постараюсь вам напомнить. Пожалуйста. Это Александр Мальцев. Очень приятно. Сын госпожи Мальцевой, которая передала ему эту злосчастную картину. А вот вы… Послушайте. Я не намерен отвечать за поступки какой-то матери, которая передает какие-то картины своему сыну. И вообще я очень занят. Я спешу. У вас еще ко мне есть какие-то вопросы? Пока нет. Но когда они у меня появятся, ты у меня на них ответишь по полной программе. Понял? Я очень надеюсь, товарищ майор, что вы найдете возможность задать подобные вопросы кому-нибудь другому. Я могу идти? Ваш пропуск. Прошу. Могу быть свободен. Идите. Всего доброго. Скользкая тварь. Никакой зацепки не найти. Ну? И что ты про это скажешь? Что я могу сказать? Я уже все сказал. Все. Мне партия сказала явиться в милицию. Все. Я явился. Знает он все. Ты вообще у меня... Дел еще вот так вот. Выши крыши. Пойду я тоже. Пойду я. Пойду я. Пойду я. Пойду я. Дрожжи тебе принесла. Пойду я. Пойду я. Знаешь, и с хозяйством надо разобраться. Решила я все-таки в город поехать. А чего так? Ну вот как-то сердце у меня, знаешь, не на месте. И все это из-за этой лжи. О, Господи. И как это меня угораздило такое сказать? А? Ну ладно убиваться-то. Ничего. Как-нибудь обойдется. Не волнуйся. Не-не-не. Я все-таки поеду. Поеду. Я предупрежу Олю. А то мало ли что может случиться. Ну да. Ну ладно. Поезжай с Богом. Ага. А пироги все-таки принеси. Мимо дома пойдешь. Ну принесу, принесу. Я буду ждать. Ой, хорошо. Принесу. Спасибо за... Затруячи. С Богом. Как настроение? Отлично. Я очень рад. Как вообще прошла репетиция? Прекрасно, Роберт. Честно говоря, я... я не ожидала, что у провинции может быть такая сцена. Спасибо. Мне очень приятно слышать эти слова. Мы специально готовили сцены. именно для вас. Если вы не устали от ваших пап, пироэтов Кабриоли, я предлагаю вам проехать на стройку. Посмотреть наши объекты. Как вы на это смотрите? Ну что же прекрасно. Но ведь для меня все это обычное дело. И уж тем более это не может помешать нашим планам. Спасибо. Тогда едем? Да. Прошу. Хочу предложить вам еще несколько номеров за прошлый сезон. Да вы что? Зачем нам журналы за прошлый сезон? Нам только новинки и эксклюзив. Барыш, не может вам чаю предложить? Да, пожалуйста. Мне зеленый. А мне минералки без газа. Хорошо. Зеленый чай, минералка без газа, пожалуйста. Жанна, посмотри, как тебе вот это? Ну ничего, ничего, ничего. Ну мне кажется, вот не хватает какой-то изюминки. Ну шарм должен быть, понимаешь? Эл, а вот такой вот вариант. Ой, какое красивое платье. Ну ты знаешь, серый цвет мне не очень нет. Ну знаете, есть еще два варианта. В черном цвете темно-синим, так что можете применить. А ну нет. Этот вариант отпадает. Зачем нам модели, которые повторяются, пусть даже и в другом цвете? Нам нужен только эксклюзив девушек. Понимаете? Ну, Барышня, я думаю, вы понимаете, что эксклюзив все-таки это не дешево. Ну а за дешевкой мы могли бы и на рынок отправиться, но мы же здесь у вас. Тогда, мне кажется, я все-таки знаю, что вам можно предложить. Раз такое дело. Угу. Тем более, думаю, эта моделика очень вам будет к лицу. Как говорится, что у нее есть самый эксклюзивный вариант, аналогов нет. Ух ты! Ну это уже что-то. Да, но только нужно ведь оформлять заказ во Франции, да? По счастливой случайности, в нашем салоне это платье есть. И прямо сейчас вы можете его примерить. Элла? Ура! Да, мы поверим. Известная картина Ван Гога. Предпоследняя Ха. Подсолнухи. Подходит. Подсолнухи. В музее, что ли, работаешь? Ну почти. А у вас, случайно, нет подсолнухов? Было бы очень кстати. У нас не бывает. Да и зачем вам эта деревенщина? Мы вам выберем что-нибудь поизысканнее. Для кого букет? Для самой прекрасной девушки. Я ее тысячу лет не видел. В таком случае возьмите и алые розы. Это символ страсти, которая накопилась у вас за долгое время разлуки. Да, собственно, нет никакой страсти. Я просто… Ну хорошо. Тогда белые лилии. Это символ девственности и чистоты. А вот это что за цветы? Это гипофилус, но это не цветы. Это для оформления букетов сухоцветов. А из него можно сделать букет? В принципе можно, но, юноша, вы знаете, так никто не делает. Потому что примета плохая – дарить сухоцветы. Это символизирует вашу увядшую любовь. Зато красиво, а в приметы я не верю. Ну что, будете брать? А сколько букетик стоит? Пятьсот рублей с упаковочкой. А вот это сколько? Этот семьсот. Вы что, экономите на любимой девушке? Да у меня просто денег нет, а так бы я ей все отдал. Ну тогда возьмите ей гвоздики. А сколько будет стоить? Сто пятьдесят рублей. Ну отлично, давайте. Впереди. Привет, Антон. А я уже по первому звонку знаю, что это ты. У тебя все нормально? Все хорошо, Нина. У тебя как дела? Все хорошо. Давай вечером сходим куда-нибудь? Давай. А куда? Ну есть одно местечко, тебе понравится. Мне понравится все, что нравится тебе. Давай я тебе встречу с работой, только ты не задерживайся. Ни секундочки не задержусь. Восемнадцать ноль ноль буду. Ну тогда до встречи. Пока. Ну как? Это так впечатляет. Важно, что строительство домов сдается в срок. Вот этот дом, например, уже полностью сдан в прошлом месяце, а вот в этом еще осталось сейчас квартир под отделочные работы. Потрясающе. Это здесь такая, даже атмосфера какая-то такая располагающая. Правда, вы чувствуете? Не представляете, Марьяночка, сколько сил я сюда вкладываю. Очень много. Ну, понимаю, да. Строительство сейчас очень прибыльное дело. Ну, если бы дело касалось только прибыли, то работа бы так не спорилась, и вы бы не чувствовали хорошую атмосферу на строительной площадке. Моя цель, Марья Анна, это направление прибыли от продажи квартир на привлечение сюда талантливой молодежи. Да что это молодежи? Всех людей. Город должен развиваться. Ну, хорошо. А каким образом вы собираетесь привлечь этих талантливых людей? Ну, во-первых, предоставить им недорогое, может быть, даже бесплатное жилье. Ну, а вторым пунктом это финансирование интересных идей. Я, понимаете, хочу разрушить эту чудовищную закономерность, когда все сливки сливаются в Москву, а периферия, к сожалению, нищает и оголяется. Ну, так. А что вы улыбаетесь? Да, я улыбаюсь. Я улыбаюсь, потому что вы все-таки какой-то чудесный, Роберт. Ну, да и да, я мечтатель. Да причем неискровивый мечтатель. Между прочим, от классических мечтателей я отличаюсь тем, что свои мечты я воплощаю в жизнь. Роберт, Роберт, я ни в коем случае не хотела иронизировать. Наоборот, это была моя похвала. Вы не шутите? Нисколько. Тогда спасибо. Так, а вот, кстати, вторая, вторая уже. Что прячем? А? Ну-ка, достали. Что? Что? Только что в руках было. Семенович, Семенович. Я понимаю, они. Ну, а ты-то из интеллигентной семьи. Потом, что вот это такое? Значит, насмотрелись на актеров, да? И решили точно так же пойти за интеллигенцией, да? Извините, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, ребят, я в последний раз больше никаких предупреждений не буду. Держи. Если еще раз... Я прошу прощения. Извините. Да. Вы не подскажете, а где госпожа Луганская? Э-э-э. Уехала часа пол назад. В смысле, как уехала? Как ты уехала? Приехал. Роберт Андреевич взял ее под белые ручки и увел. А вот куда не скажу. Почему? Потому что не знаю. Извините. Все? Да, спасибо. До свидания. А ну-ка на борт вернулись! Воспитательный час еще не окончен. Становись! Да. Саша, я только хотела спросить, во сколько тебя сегодня ждать? Ань, я не знаю, как дела пойдут. А ужинать? Ты дома будешь? Слушай, а давай-ка сегодня завалимся к Гургену, а? Что скажешь? Я только за. Ну вот и отлично. Давай, я ближе к вечеру тебе перезвоню, хорошо? Давай. Ну что? Пригласил меня в ресторан. Фу! Что? Что ты говоришь? Саша пригласил меня в ресторан. Ну надо же. Я же тебе говорила, что надо позвонить. А ты меня не слушала. А ты себя накручиваешь, накручиваешь без конца. Угу. Ой. Все ведь придумала. Все. Господи, что б я без вас делала? С ума б, наверное, сошла. Правильно. Поэтому надо сходить с ума вместе. Мы же родные люди. Угу. Ага. Язва-то наша. Ладно. Что я тут? С этим Сашей всю работу прогуляла. Все, пока. 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 Господи, когда уже в их отношениях все устаканится, а? Мама. Это что? Пинетки. Это для моего малыша пинетки? Памочка. Спасибо тебе большое, мамочка. ПИТОЛОВАННЫЙ ЗВОНОК ПИТОЛОВАННЫЙ ЗВОНОК Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Да? Слушай, ну я думаю, что на сегодняшний вечер нужно одеть золотое на этих брительках А ты как считаешь? О, кто это? Достал уже Сейчас Да, Вениамин Семенович, я вас слушаю Элла Андреевна, наконец-то, почему-то не было связи? Да, я была на совещании и мне пришлось выключить телефон Что-то срочное? Думаю, да В фонд за помощью обратился руководитель киноклуба Они с ребятами хотят снимать кино о нашем городе Надо решить, будем ли мы финансировать этот проект Давайте, а какие проблемы? Дело в том, что съемки фильма требуют немаленьких затрат А тут еще несколько интересных предложений Вы когда сможете подъехать? А, Вениамин Семенович, дорогой, я вам полностью доверяю Я полагаюсь на ваше профессиональное чутье Я думаю, что вы можете сами решить этот вопрос Тем более, что я сегодня подъехать не смогу У меня запланирована еще одна важная встреча, так что пока Да тошно этот мой заместитель Может, хватит и работы? Ты когда о ней думаешь, у тебя морщин на лбу? Поехали! Поехали! Ну вот, Марьянна, мы и приехали Спасибо вам, Роберт Я в самом деле получила большое удовольствие, побывав на вашей стройке Правда? Я всегда говорил, что истинное удовольствие от панорама стройки Получит только творческий человек Ну, как ни смешно, правда, другому будет просто скучно Спасибо Но вы меня избалуете комплиментами Марьянна, а что если мы вместе сегодня вечером поужинаем? Ну, что ж, я не против? Какой-то странный Здравствуйте Молодой человек, а вы к кому? Да я, собственно, просто Видите ли, он просто, а у нас просто не ходят Ага, а потом после вас в подъезде окурки, шприцы Ну, я не наркоман Ты пойми нас, парень Понимаешь, мы должны следить за порядком Но если мы не будем следить Так какой же порядок будет в доме? Да Понимаешь нас? Я понимаю Это вам Мне? Спасибо Серафима, я сейчас только цветы поставлю О, о, хорош Оля Ну это же ужас какой Слушай, а ребенку разве не навредит такая музыка, а? А он не слышит, он спит Ну что с тобой, моя красавица Он-то бледная какая-то Наверное, гемоглобин упал Надо есть как можно больше гранатов, грецких орехов Пойдем я тебе что-нибудь, а? Мамочка, ну я же не могу есть 24 часа в сутки А с гемоглобином у меня все в порядке Вчера же только кровь сдавала Да Это хорошо А давай пойдем фильм посмотрим Папа купил диск, берегись автомобиля Такое кино хорошее Мам, нет Я вам лучше пойду прогуляюсь Смотри, погода прям шептет Дочь Что, не пустишь? Мам, ну я тебе обещаю, что я не буду ходить по крышам и лазить по деревьям Ну если не будешь по крышам и по деревьям Не буду Ну тогда ладно Разрешай Опять-то шо ж такое Кнопка Ой Можно включить? Спасибо Добрый день Это вам Боже мой, от кого? Как и вчера, из цветочного магазина Наверное, цветочный магнат, не иначе Спасибо Здравствуйте Здравствуй Здравствуй. Здравствуй. А я вот замуж вышла. Ребёночка ждём. Как много, оказывается, времени прошло. Желаю тебе счастья. Спасибо. Ну а ты вообще как, как здесь, как дела? Да у меня всё хорошо, я учусь в Москве, вот приехал к другу сюда, он живёт в этом доме. Ну надо же. А я твои картины видела. Хорошие картины, мне очень понравились. Может покажешь ещё что-нибудь? Покажу. Ну это хорошо. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон» Водопад Веду Водопад 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...